Вашим гостем. И мне приятно вам представить художника Вячеслава Ларионова. Доброе утро, Вячеслав. Доброе утро, доброе утро. Вячеслав, так какое же оно, современное искусство? Если предельно общим, это вещь, которая тут сразу стоит заметить, что да, искусство развивается, да, то есть оно не стоит на месте. Если бы оно стояло на месте, то то, что мы называли бы искусством, а я имею в виду изобразительное искусство, визуальное искусство, да, мы бы сейчас до сих пор, да, художники бы рисовали где-нибудь в пещерках у себя, да. Нет, конечно же, это не происходит, искусство развивается. Тут элементарное даже, чтобы было понятно нашим зрителям, человеческое любопытство, да, то есть один человек, а я сделаю так, другой, а я сделаю так, и вот это и есть, так сказать, развитие, это и есть жизнь, да. То есть более того, не секрет, что если одну и ту же фразу самую замечательную повторять бесконечное количество раз, да, то рано или поздно от нее начнет делаться плохо, и поэтому вот формы искусства, они бесконечно меняются, варьируются, да, и ничто не стоит на месте. Поэтому современное искусство, вот уже последний XX век, да, оно покинуло отрасль, область картины, то есть если раньше, да, для нас вот визуальное искусство, это прежде всего было, репрезентировало живопись, ну, представляло живопись, да, то есть некий кусок природы, некий кусок бытия, условно его так назовем, да, который художник брал, вот, выписывал у себя где-то на каком-то количестве материи красочкой, да, вот, вставлял в рамочку и вывешивал. Зритель этим любовался, это было замечательно, здорово. Действительно, в XV веке и до изобретения фотоаппарата это было замечательно, да, поскольку, поскольку, вообще, одна из функций искусства, недалеко не первостепенная, но достаточно весомая, это память, да, то есть после нас, не секрет, да, что мы живем в тотальном пространстве вот этого бытия, и после нас в сущности-то ничего не остается. Более того, если уж продолжить эту тему, то ситуация-то достаточно плачевная, да, то есть мы выкинуты в этот мир, неизвестно зачем, и вот с этим вопросом мы учимое количество десятилетий, вот, у кого-то меньше, у кого-то плюс-минус больше, вот, мы вынуждены, в общем, то уходить в мир иной, опять же, куда, мы тоже не знаем, как известно, с того света никто не возвращался. И вот, в принципе, все, некий всплеск в бытии, и все. То есть, по-вашему, получается, что искусство — это поиски определенной истины тогда? Искусство — это поиски вопросов, прежде всего, да, и желание на эти вопросы ответить. Безусловно, то есть сейчас уже в XX веке люди пришли, ну, передавая общественную мысль, философию, социологию, то есть все, что угодно, пришло к тому мнению, что человечество, европейское человечество, да, зашло в тупик. Вот я сейчас говорю о европейских парадигмах, поскольку уже 300 лет мы пытались рационализировать бытие, да, свести его к каким-то определенным понятиям, рамкам, все впихнуть в сетку языка, в сетку логоса. Что в эту сетку не попадало, мы выкидывали за неимением, так выкинули, например, Господа Бога, да. То есть, опять же, Господь Бог будет пониматься не буквально, да, то есть можно обозвать это бытие большой буквы, абсолют, единое, да, благое, как угодно, космос, вселенная, неважно, да. Важно то, что мы выкидываем за ненадобностью в нашей картине, европейской картине мира, вот, то, что не соответствует вот этой картине логоса. Эта картина логоса очень утилитарна, мы все должны, европейский человек все должен использовать, да. Недавно был фестиваль искусства 21 века, насколько вот работы, которые выставлялись там, соответствовали тому, что вы сейчас говорите? Ну, тут сразу нужно оговориться, да, есть уровень культуры, есть и искусство. Культура — это вещь гораздо более обширная, нежели искусство. Искусство, по сути своей, занимается одним, да, это исследованием вопросов, что есть эстетическое, какова его специфика, законы поведения и т.д. и т.п., да, вот. А культура, а искусство тоже составляет, естественно, сферу культуры, она включает практически все в себя, да, все человеческое, то есть чем, по сути, отличается человек, да, это языком. Язык порождает культуру. И вот тот огромный, ну, то есть классическое определение культуры, да, пошло, как считается, там много определений от возделывать почву, да. То есть мы создаем некую вторичную реальность, да, которая противоположна природной первой реальности, вот. И вот если не забыть вот наше разделение на искусство и культуру, то в сущности люди, которые занимаются, собственно, эстетикой, эстетическими вопросами, то есть искусством в современном понимании, да, этого слова, там были единицы. То есть моя скромная персона и еще московский художник один, Андрюша Суздалев, который делал действительно то, что, то, чем живет, чем, что актуально сейчас на Западе. А я сразу же должен, к несчастью, так как я являюсь убежденным патриотом, оговориться, что современная визуальная культура целиком пришла с Запада. Даже наша иконопись, это, в общем-то, с Запада, потому что, поскольку Византийская империя, сами понимаете, она была частью Римской империи. Вот, наша традиция, в принципе, была задушена и в советское время выродилась, да, в некое такое застойное болото, я его очень люблю, но традиция прекратила дышать, то есть она иссухопарилась. Вот, так вот я договорю. Да. Вот, и, в принципе, еще два наших великих, так сказать, классика архангельских, это Кожин и Копулов. Вот, что рядом с ними делал персонаж наших, раскрученный нашими масс-медиа в виде фигуры Дмитрия Трубина, я не знаю. То есть я знаю, но говорить, естественно, не буду. Вот, это вызывало по меньшей мере, тем, кто разбирается действительно в подлинном искусстве, по меньшей мере вызывало недоумение. Вот, но Кожин и Копулов, это люди, плюс люди, выращенные в советской системе, когда, как вы знаете, была масса барьеров и информация, элементарная информация, то бишь знание, то бишь возможность рефлексировать по поводу чего-то инновационного, нового, в эстетическом контексте, не приходило к нам, да. Вот, и то, что они делают, это, в принципе, флаком ое, это, в принципе, ну, действительно, им можно поставить памятник за эти вещи. Давайте от общественного перейдем к частному, давайте поговорим о вашей выставке. Вообще, что значит метроинсталляция и что вы хотели показать этой работой? То есть, значит, во-первых, там маленькая неточность, я женщинам, замечательным женщинам в изобразительном искусстве отнес не старый листочек, а называется это транс, тотальная трансинсталляция, да, вот, то есть это... Это принципиально важно? Это принципиально важно, потому что транс отсылает к трансцендентности, да, и со всеми соответствующими коннотациями. А мета, это метафизика, да, метафизика, это некая, она, в общем-то, отсылает к европейской системе мышления, в частности, от греков, да, что очень принципиально. Уже с греков началось, как бы, то, что я называю, очень условно, конечно, но вот начался путь по одномерности мышления, по выхолощиванию бытия, по изгнанию подлинного, абсолютного и из картины мира европейского человека. Давайте вернемся к вашей работе. Так вот, да, именно поэтому это принципиально, именно трансинсталляция, то есть выходящий за пределы, чего бы то ни было. Вот, и то, чем я занимаюсь, в принципе, это для Архангельска инновационно, то есть это ново, да, пугает кого-то, кто-то не понимает. На самом деле это достаточно общее место, то есть я как раз здесь не являюсь первооткрывателем, да, то, что вы могли лицезрить музей, это был один из проектов, вот, а проектов достаточно много. Тут, в частности, был выставлен архаический проект, то есть что это такое, да, почему именно архаика? То есть тут надо оговориться, да, что в каждом из нас сидит ребенок, да, то есть после дедушки Фрейда доказывать это, ну, я считаю, бессмысленным, это так. И каждый из нас возвращается к каким-то первоистокам. Так вот, архаика, да, первобытное так называемое искусство, примитивное иногда, сейчас это уже не политкорректно так называть, вот, это тот наш первоисток, то наше детство, куда мы возвращаемся в целях создать нечто новое. И вот эта попытка, вот в данной инсталляции, чему она посвящена, вернуть человека в то состояние, когда он был чистый наг, да, в состоянии про Адама. В живописи выставляется кусок, кусок некого пространства, ну, природы, да, вот, и вот этот кусок мы должны лицезреть. А чем отличается инсталляция? Здесь выставляется все пространство целиком, да, то есть неопределенный кусочек, помещенный на вот эту традиционную плоскость, а все, да, и вот это, там может, более того, самое разнообразное, там может даже живопись быть, там может видеар, там может объекты, там может ассамбляжи, там все, что угодно. Более того, и что самое главное, в любом произведении, ну, традиционном произведении искусства, я сейчас даже не говорю не только о визуальных искусствах, зритель всегда был выведен за пределы произведения, всегда было произведение, был зритель, он никогда не соучаствовал с произведением. В инсталляции впервые зритель помещается внутрь произведения, более того, иногда есть ряд инсталляций, где инсталляция вступает, то есть произведение искусства вступает в некий контакт. То есть вот этого вот произведения вещь, вот эта вот эпоха заканчивается. То есть я не мастер прогнозов и вообще в футурологии надо быть слишком самонадеянным нахалом, чтобы делать футурологические изыскания. Вы считаете, что это будет... Он также соответствует должному миру. Вот и все. Ясно. Ну давайте теперь немножко коротенько о ваших планах. Ой, планов, как всегда, громадье. То есть главное под эти проекты найти финансовые средства и деньги. Тут, кстати, особенно нужно оговориться, и я должен выразить благодарность нашему музею изобразительных искусств. То есть в моем, так сказать, авангардном восприятии, достаточно радикальном, музей всегда представлялся неким оплотом консерватизма, притроградства, трухи некоторые. А вот, а как это не парадоксально, люди в музее, музейные работники оказались достаточно живыми и подвижными, и достаточно адекватно способными воспринимать современное искусство. Для меня это был шок в некотором роде. То есть не просто я как бы лобузаю их ланиты, а это действительно так. Вот это для меня было действительно потрясение. Одна из целей этой инсталляции — столкнуть зрителя с самим собой, со своими демонами. То есть очистить... То есть когда человек попадает в ситуацию непонимания, он вычищается. Ничто в его мозгу не соответствует тому, что он видит. И он, тут у него есть шанс выйти на некий новый ярус понимания, да, на некое новое видение. Безусловно, обычно человек... Мы по натуре трусливые, да, и наше любопытство обычно убегает тут же в привычные какие-то рамки, схемы, догмы, да, стереотипы поведения. Но тем не менее я даю ему этот шанс почувствовать что-то иное в себе, сделаться богаче, открыть в себе что-то новое. И я слышал, по крайней мере, от гениально до ужас. Понимаете? Самое-то главное, и слава богу, то есть реакция должна быть от самой положительной до самой отрицательной. То есть ты тронул все бытие, а бытие, как известно, стоит из супер-плюса и из супер-минуса. То есть я добился своей задачи. В общем, вы добились своей задачи. Я добился своей задачи, и самое главное, что я дал понять, что в Архангельске есть действительно современное искусство, которое адекватно тому, чтобы не стыдно было иностранцу показать. Понимаете? Я ни в коем случае не кричу, там, я гений. То есть я пытаюсь открыть некие инновационные вещи, но это достаточно сложно. Я специально до 33-х лет не вылезал никуда. Вот я сознательно был, то, что я называю, во внутренней тайге, и изучал, и занимался исключительно вопросами эстетического. Чтобы вот это, потому что по молодости всегда хочется сказать, я гений, там, я сделал много... Да ничего подобного. Ничего подобного. Я просто скромный друженик на ниве современного искусства. Ну что ж, понятно. Спасибо, Вячеслав. Спасибо скромному друженику. Я думаю, что теперь все мы понимаем, что такое современное искусство. Напоминаю... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok